В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день февраля с погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok В республиканской филармонии наградили победителей конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей» и фотоконкурса «Человек труда в объективе». Почетными грамотами отметили учащихся школ республики. Всего на участие в конкурсе подали 316 заявок. Из них 45 стали победителями и призерами. На награждение побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Данный конкурс проводится в целях привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам охраны труда средствами детского художественного творчества и призван содействовать развитию и совершенствованию данного направления. Поздравляя победителя республиканского конкурса, заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Ирина Гербекова отметила, что дети смогли так красочно отобразить в своих работах такие понятия, как безопасность и труд. «Охрана труда, безопасность труда – это те взрослые понятия, о которых мы хотели бы сегодня поговорить путем детского рисунка. Это и возможность для деток раскрыть свои таланты, и возможность для нас еще раз подчеркнуть, что беречь свое здоровье нужно с детства. Чтобы беспокоиться о безопасности своей работы, своего труда, какие-то свои действия тоже нужно с детства». После Ирина Гербекова наградила победителя республиканского конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей». Работы оценивались в двух возрастных категориях – от 7 до 9 лет и от 10 до 15 лет. Поддержать юных дарований пришли и их учителя, и родители. «Хотелось бы выразить благодарность в первую очередь педагогам, которые помогали своим воспитанникам принять участие в этом конкурсе», подчеркнул министр труда и социального развития Карачаева Черкесии Руслан Шаков. «Мы с вами живем в мире опасностей, и этих опасностей мы сможем с вами издержать, если будем знать, прежде всего, признаки этих опасностей, меры безопасности, правила поведения в тех или иных случаях. Я хочу пожелать нашим деткам, прежде всего, счастливого детства и отличной учебы». Каждый из нас старался передать, насколько важно соблюдать и оберегать себя и своих родных, отмечают участники конкурса. «Я вижу то, что надо охранять нашу природу, и приятно, когда твое творение, так сказать, замечают, и я радостно победил». «У меня перебывает чувство радости и удивления, потому что я удивлюсь, что получил первое место. Надо всегда охранять природу, быть внимательным». Также для юных победителей была организована концертная программа с участием известных артистов республики. Али Халипшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. И напоследок заглянем в календарь. Сегодня День женщины-врача. Праздник посвящен Дню рождения Элизабет Блэкуэлл, первой женщине-врачу в Америке. Именно она инициировала движение, которое помогло женщинам получить доступ и равенство в области медицины. Сегодня также День красной одежды. В этот день миллионы людей надевают красный цвет, чтобы повышать и распространять информацию в надежде помочь искоренить сердечные заболевания и инсульт у людей по всей стране. Так что наденьте сегодня красный цвет, будь то помада, брюки или, может быть, ваша любимая шляпа. И привлекайте к себе внимание. Сегодня также День. Подарите детям улыбку. И не забывайте, что от улыбки хмурый день всегда светлей. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ». Затем также программы русской редакции. А в 14.30 «Вести» Крачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова